Всем привет, с вами Doom. Сегодня у нас снова новиночка. Это комикс под названием Дэдпул уничтожает вселенную Марвел. Уже я положил вот в упаковку. Он продается в специальной такой полиэтиленовой пленке, как например в Marvel H. Это очень хорошо я считаю. Надо все комиксы упаковывать именно в такую пленку, а то пока их там доставят, пока домой принесешь, может поцарапаться или что-нибудь, еще замятся углы. А вот в этой пленке такого с ними не произойдет, так что надеюсь будут все производители упаковывать вот в такие пленки. Вот такая обложечка, здесь видны кричащие лица Капитана Америки, Человека-паука. Вот это я не понял, кто похож вроде и на Вижена, вроде и не Вижен. Не знаю, кто если знает, кто это, напишите. И Железный Человек. Вот и собственно стоит Дэдпул. Не для детей. Вот Калина Банаид Далибора Таладжича. Какой-то видать серп, да, или югославец. Сзади выглядит вот так. Дэдпул пытается отрезать голову карателю. Здесь Халк, как-то на Америка. И логотип Марвел и Камильфо, да, комикс от Камильфо. Вот. Насколько я знаю, уже вышло три как бы книги. Вот у нас создали пока первый. Опять же, когда анонсировали данный комикс, люди разделились, так сказать, на два лагеря. Кто говорил, зачем вы издаете вот этот комикс, он типа вообще не очень. Могли что-нибудь издать другое. И наоборот, люди, которые как бы говорили, что нормальный комикс стоит типа взять в коллекцию. Ну, это особенности любителей Дэдпула. Ну, я, собственно, не раздумывая взял, потому что, ну, как персонаж, мне нравится Дэдпул. Тем более в России у нас выходил комикс про него только Дэдпул Война Уайда Уилсона, который у нас был в рамках Ашет коллекции. Больше про него пока ничего не выходило. И вот уже второе появление Дэдпула, так сказать, на российском рынке. Ну, что говорить, собственно, про сюжет. Естественно, я уже прочитал очень короткий. Тут всего четыре выпуска. Такой тоненький комикс. Его прочитал за раз. Вот как такового здесь сюжета нету. Как известно, Дэдпул у нас всегда отличался как бы нестабильной своей психикой, да, нездоровой. И тут его люди решают сдать в психиатрическую больницу, чтобы его немножко, так сказать, подлечили. И вот такой здесь у нас профессор, которому они его сдали, говорит, что он, естественно, и поможет ему. Но на самом деле у него другие планы. Он хочет зомбировать, да, что ли, Дэдпула и вообще всех злодеев, суперзлодеев. И потом с помощью вот этих, так сказать, армии суперзлодеев захватить мир, уничтожить всех супергероев. И в момент вот этой, как бы, не знаю, как гипноза, что ли, у Дэдпула что-то в голове переклинивает. И он считает, что он сейчас видит своими глазами реальную картину мира, и что он должен уничтожить всех. И начинает он, как бы, постепенно уничтожать одним за одним супергероев. Например, вот первым стал Человек-паук. Далее он уничтожает всех Мстителей, Фантастическую Четверку, Люди Икс и так далее. Всех суперзлодеев. Некоторые суперзлодеи, даже не дожидаясь, так сказать, своей очереди, сами совершают самоубийство. И единственный, кто пытается бороться, это, так сказать, я не знаю, это Таскмастер ведь, да, если я не ошибаюсь. Просто кто еще у нас может ходить вот так с черепом? По-моему, это Таскмастер. Концовка тоже такая необычная. В ней участвуют, собственно, сами создатели данного комикса. Толажевич. Так что концовка такая непонятная получилась. Наверное, это будет все в продолжении. Но в целом комикс мне, не знаю, понравился. Ничего супер такого сверхъестественного. Ну и ничего плохого, как и с Эрой Эльтрона в нем нет. Не знаю, почему его так некоторые к нему относятся. Позачем выпускать. Ну и давайте посмотрим на, так сказать, галерею обложек. Точнее, набросков, да, обложек. Конечно, мало тут дополнительных всяких материалов. Также существует еще комикс «Каратель уничтожает вселенную Марвел». Ну, он как бы уходил, по-моему, в 90-х годах. Как-то он мне, не знаю, я попробовал почитать онлайн. Не очень понравился. Все-таки я люблю читать именно, чтобы можно было подержать в руках. Как-то онлайн не очень. Вот такой комикс. Всем рекомендую, особенно любителям Дэдпула. Тем более, стоит недорого. Сколько? 300 рублей стоит данный комикс. Ну, лично я брал за 300. Жаль, конечно, на «Лабиринте» нигде его нет. Вот. Так что ссылочки у меня на него нет. Ну вот, собственно, и все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok